приветствую дорогие друзья сегодня покажу вам уникальную советскую разработку вездеход зил 3906 аэрол главной особенностью техники является оригинальная пневмокатковая система разработкой вездехода занималась специальное конструкторское бюро зил неисшинной промышленности ссср и мвту имени баумана работы велись в конце 70-х годов летом 1978 года аэрол был полностью собран а в январе 1979 года начались ходовые испытания официальной причиной создания подобной техники стало изучение тягово-ходовых качеств новой конструкции движителя по задумке инженеров вездеход должен был легко преодолевать топкие болота ил глубокий снег и водные преграды то есть перемещаться по очень сложно поверхностям в конструкции движителя который представляет собой пневмокатковая цепь предусматривается низкое давление пневмокатков на грунт причем давление должно меняться в зависимости от плотности самого грунта с каждой стороны установлено по 13 катков с рельефным протектором закрепленных на собственных осях при этом катки могут свободно вращаться вокруг своих осей при движении по болоту снегу или рыхлой почве когда катки закапываются поверхность трение между днищем корпуса и опорными пневмокатками становится меньше трения катка грунт вращение катков прекращается и они становятся грунтозацепами как у обычной гусеничной машины таким образом катки либо вращаются либо нет зависимости от величины трения между пневмокатком и грунтом переход из одного режима в другой происходит автоматически независимо от водителя в соответствии с текущими дорожными условиями благодаря этой особенности скорость движения вездехода соответствует скорости перематывания гусеничной цепи уменьшается вдвое по сравнению со скоростью на твердом грунте ведущие звездочки здесь передние задние звездочки ведомые ведущие звездочки крепятся к фланцам барабана барабанных звездочек изготовлены из трубы диаметром около 300 миллиметров с приваренными к ней фланцами и имеют две точки опоры с краю с помощью конических подшипников и в центре при помощи шпонки и регулировочного червяка ступицы к полуоси ведущего моста положение ведущего барабана регулируется по ведомым звездочкам при помощи червяка вращением которого добиваются смещение положения ведущих и ведомых звездочек по бортам в качестве тяговой используется втулочно-роликовая цепь с усилием разрыва до 16 тонн подкачка пневмокатков осуществляется через вентиль впаянный фланцам оси катка имеется четыре воздушных баллона пневмосистемы для удобства накачки катков каждый борт снабжается своим выводом пневмосистему с краном скорость вездехода в глубоком снегу составляет около 15 километров в час на топком болоте 8 километров в час на грунте до 25 километров общая длина снегоболотохода 3 метра 80 сантиметров ширина чуть более двух метров высота 1885 миллиметров хотя мне показалось что гораздо выше дорожный просвет 300 миллиметров масса в снаряженном состоянии составляет 3 тонны 279 килограмм днище естественно полностью плоская корпус лодки вездехода сварной герметичный состоящий из стальных листов толщиной до трех с половиной миллиметров днище корпуса имеет пять отверстий для слива масла при обслуживании агрегатов и слива воды после движения на плаву двигатель установлен сзади коробка автомат классический гидротрансформатор в качестве силового агрегата использован бензиновый двигатель газ конфигурации в 8 объемом более 4 литров двигатель снабжается системой подогрева для облегчения пуска в зимний период для охлаждения самого двигателя забор воздуха производится верхней части где установлен радиатор от автомобиля зил 135 есть еще два радиатора для охлаждения масла гидромеханической передачи и для охлаждения моторного масла имеются два топливных бака которые вмещают около 150 литров бензина кабина вездехода находится в передней части машины в ней располагается кресло водителя рычаги управления а также рычаги блокировки ведущего моста я так понимаю грузопассажирский отсек должен иметь тентованную крышу но ее здесь нет а это позволит нам рассмотреть управление машиной здесь установлен некий гибрид штурвала и обычного руля при наклоне руля вперед вездеход ускоряется при наклоне назад тормозит разворот осуществляется с помощью блокировки фрикционов уникальный проект пневмокаткового снегоболотохода зил был закрыт 80-х годах после проведения ходовых испытаний в результате которых выяснилось что вездеход с движителем в виде пневмокатковой цепи может применяться в любое время года как транспортное средство в условиях труднопроходимой местности отрицательной особенностью такой конструкции является наличие галлопирования при движении по твердым грунтам а вот для перемещения по болотам илу и снегу техника подходит идеально после завершения ходовых испытаний вездеход практически 40 лет простоял под открытым небом затем техника попала в московский политех где снегоболотоход полностью восстановили сегодня аэрол в рабочем состоянии и может перемещаться самостоятельно посмотреть на конструкцию необычного транспортного средства можно в музее зил сокольниках ссылку на музей оставлю в описании под видео ну что мои дорогие друзья надеюсь вам было интересно до скорых встреч на просторах интернета